Ближе к 9 часам утра челненцы и жители Тукаевского района начали заполнять офис Горгаза. Очередь увеличивается, ситуация накаляется. Все данные в компьютер занесены. Почему нельзя было это автоматически сделать? У всех вот дела. У подруги внучка, она бегом туда, бегом сюда, в садик не успевает. Внук со школы придет, вот она не успевает. Зачем надо гонять людей? Это столько народу, везде толпа такая. Ну где-то полтора часа, но тут эти не работали, компьютеры. Сколько? Я, конечно, думал, что дольше. Вчера тут было не пройти вообще. У большинства абонентов один вопрос – перезаключение договора на техобслуживание. Некоторые уверены, вина частично лежит и на челненцах, и на жителях Тукаевского района. Вот люди здесь тоже очередь задерживают, потому что оказывается, выясняется, что с июля месяца кто-то не платил. Данные счетчиков тоже люди не передавали. Сейчас вот из-за таких людей очередь опять же задерживается. Это все из-за безответственности просто самого населения. Организация, я считаю, это вообще ни при чем. Перезаключить договор на техобслуживание на газовое оборудование необходимо до конца текущего года. То, что весь город решили за месяц, за полтора до Нового года перезаключить договора, то проблемно, все это проблемно. В Челнах пытаются ликвидировать очереди. Как нам сообщили специалисты, для удобства челненцев и жителей Тукаевского района была создана электронная почта для дистанционного перезаключения договора на техническое обслуживание газового оборудования. В связи с большим объемом этих договоров, они это сделать не успеют до 1 января, в связи с чем перезаключение будет производиться и после 1 января. И хотелось бы отметить, что никаких отключений газа в связи с тем, что договор не переоформлен до 1 января, не планируется. Кроме того, штрафы также не предусмотрены, но переоформить договор все же необходимо. В Челнах появились дополнительные 16 пунктов, где можно переоформить договор. Итого их стало 17 во всех частях города на данный момент. Эльмира Гаинудинова, Кирилл Хабзеев, Новости, Набережные Челны.